Всем еще раз привет. Меня зовут Павлов Максим. Я работаю в компании Xenix на позиции старшего менеджера. Сегодня я вам постараюсь рассказать, как мы используем команду BPM в наших разработанных проектах на примере двух разных функциональностей. Еще раз коротко обо мне. Разработкой я занимаюсь довольно давно. С BPM-движками тоже довольно давно знаком. Что такое команда BPM? Это популярная имплементация BPM-движка. На данный момент самая популярная. Позволяет автоматизировать бизнес-процессы, описанные с помощью нотации BPM. Позволяет выполнять логику схемы процесса без необходимости описывать коди весь сложный процесс. В комплекте к самому движку прилагается удобный редактор, который позволяет нам создать схему, настроить все компоненты и даже задеплоить процесс в запущенный инстанс. Небольшим плюсом предлагается возможность тестирования процессов. Что же нам дает сам BPM? Первое. Возможность описать достаточно сложный функционал в виде последовательности шагов. Тем самым можно разбить сложный процесс на простые шаги и с помощью схемы описать последовательность их выполнения. При этом остается возможность достаточно гибко изменять этот процесс, при этом не изменяя серьезно весь код, который мы пишем в микросервисах-исполнителях. Позволяет использовать контекст процесса для того, чтобы передавать данные от одной задачи к другой, при этом достигая какой-то полученной цели, финальной в нашей функциональности. Ну и плюс бонусом возможность использовать скриптовые движки для дополнительных расчетов и преобразований в схемах. Что же коммунда не дает? Производительность она точно не добавляет. Если мы возьмем нашу функциональность, закодируем ее классическим способом в виде кода, то работать она будет явно быстрее. Что еще не дает? Контекст процесса имеет ограничения. Туда невозможно запихнуть большие объекты, с которыми нам необходимо работать. Ну и в целом BPM не делает всю работу, он просто позволяет оркестрировать микросервисы-исполнители, если только речь не идет о каких-то совсем простейших задачах. Переходим к описаниям двух функциональностей. Условно, две функциональности называются пакетная и потоковая обработка. Расскажу, почему прямо сейчас. Первая функциональность – пакетная обработка. Наши проекты тесно связаны с банковской сферой, и в принципе функциональность подразумевает использование… Мы используем эту функциональность в кредитном процессе. Поэтому пакетная обработка, сама основная задача состоит в ежемесячном расчете приодобленных предложений банкам. На вход поступает очень большой объем данных. Расчет занимает несколько дней. В ходе расчета происходит сбор очень большого объема информации из довольно большого спектра источников – внутренних, внешних. При этом, почему он называется пакетной? Потому что входной массив в итоге делится на большие части, которые обрабатываются параллельно. Но и дополнительно внутри, на каждом этапе, происходит разбиение на более небольшие объемы данных, которые мы называем пакетами, и размер и количество пакетов совершенно разное в зависимости от того этапа, на котором происходит обработка данных. Кратко на слайде эволюция процесса за несколько лет в продакшене. Схемы довольно объемные, большие. В принципе, за это время немного изменилось. Появились дополнительные этапы. Про суть схемы расскажу чуть позднее. Количество задач разнообразных увеличилось. И первоначально схема предполагала какой-то один тип расчета, но впоследствии она была доработана с тем, чтобы ее без изменений можно было использовать для разных типов расчетов. Суть довольно простая. Вот здесь выделены основные части. В принципе, это как раз напоминает тот самый конвейер, в котором это применяется, когда данные перетекают с одного этапа на другой. Цифра 1 обозначена подготовительная часть, в которой происходят простейшие инициализации процесса, статусные модели, подготовка, синхронизация справочных данных и так далее. Вторая часть завершающая, на которой происходит построение отчетности, передача данных, обновление статусов, и завершается процесс в целом. Ну и основная часть, третья, в которой происходит основная обработка входного массива, происходит забор его из внешней системы, затем идет формирование пакетов на каждый из вот этих 13 небольших этапов, на которых происходит, собственно, либо получение данных из внешних источников, либо какая-то калькуляция, либо принятие решения на полученных данных. Ну и вторая функциональность, которая условно называется потоковая. Суть ее тоже проста. Это уже онлайн-процесс принятия решений по входящим запросам в рамках оформления заявки клиентам. То есть, по сути, процесс необходим для того, чтобы принять решение. Да, нет клиента по заявке. Средняя длительность формирования такого решения в районе 30-60 секунд. Часть запросов выполняется дольше, поскольку включают ручные операции. Ну и средняя нагрузка, в нашем случае, это в районе 10 РПС. Также здесь используется большое количество внешних и внутренних источников данных для принятия финального решения. Ну и аналогично здесь эволюция, здесь гораздо более красочно представлены. Первый вариант схемы, который пошел в прот, состоял всего из четырех небольших этапов по сбору данных и принятию решения. Ну и он вырос до такой же большой монструозной схемы, которая включает в себя уже 15 этапов сбора данных, калькуляций и различных манипуляций с данными для принятия решения. Ну и появился многопоточный режим обработки, а также более продвинутый процесс работы с ошибками. Суть аналогично состоит из трех основных частей. По цифре 1 это бесконечный цикл, в котором находится процесс. По цифре 2 обозначены условия выхода. Условием выхода является наличие финального решения. Да, мы говорим клиенту по этой заявке, либо мы отказываем. Ну и вот по цифре 3 обозначен основное тело цикла, в котором состоит из кучи параллельных этапов, которые могут выполняться либо параллельно, либо последовательно. О деталях чуть позднее, как это реализовано. Собственно, на выходе мы формируем решение, отправляем вызывающую систему. Перейдем к деталям. Первое. Собственно, как это устроено, как в нашем случае мы применяем коммунду. Коммунда BPM в седьмой версии в имбеддед режиме, так называемом внедренном, оборачивается в Java Spring приложение, запускается в нескольких инстансах и используется PostgreSQL база для самой коммунды. Слой интеграции Java приложения включает в себя универсальный листинер, который используется на схемах процессов для того, чтобы преобразовывать задачи бизнес-процесса в поток сообщений в топиках Кавки, которые слушают ряд микросервисов разных функциональностей, которые эти задачи затем выполняют, и отчеты о выполнении с результатами отправляют назад, которые принимаются уже универсальным листинером Кавки, в свою очередь, и реализуют три простых функции для работы с коммунды. Это мы можем запустить какой-то новый процесс. Если нам пришла новая заявка, нам нужно запустить новый процесс. Завершают задачи и присылают результаты выполнения, если они необходимы. И таким образом, собственно, у нас бизнес-процесс преобразуется в два разнонаправленных потока. В одну сторону идут задачи, в другой – отчеты выполнения. Базовый элемент всех процессов – это сервисная таска. Есть у нее подтип внешняя. Базовый блок, который мы используем практически на всех процессах. В коммунда-моделлере можно описать входные переменные какие-то, которые будут поданы на вход этой задачи. И в блоке выходных переменных можно описать переменные, которые будут получены процессом после выполнения задачи, которые могут использоваться где-то дальше. Соответственно, в самом бизнес-процессе мы описываем только шаг, который нам нужно выполнить, и небольшой контекст для его выполнения. Сама же логика, которая будет выполняться над данными, где-то что-то будет происходить, будет рассчитываться, происходит уже в микросервисах. Там вся логика зашита, она может быть тяжелой, задачи могут быть длительными, могут быть скриотичными и быстрыми. Второй набор элементов для взаимодействия между процессами или взаимодействия между разными потоками внутри одного процесса позволяет нам отправлять сообщения вовне. В данном случае первый — это неблокирующий элемент, который позволяет нам по ходу действия процесса также формировать какие-то однонаправленные потоки сообщений в Кавке для того, чтобы его как-то можно было использовать. Это могут быть нотификации какие-то, это может быть какое-то обновление статусной модели или еще что-то. То есть те задачи, которые не требуют сообщения о выполнении. Также используется базовый блок ожидания внешнего события. В пакетном процессе, базовый пример, мы отправили какую-то большую порцию данных, какую-то внешнюю систему, ожидаем от нее какого-то ответа с тем, что данные готовы. Мы можем либо эти данные загрузить, либо пройти дальше по процессу, уже использовать полученные данные. Набор базовых элементов для работы с корреляционными сообщениями и сигналами. Также базовые блоки в BPMN-нотации позволяют организовывать похожие здесь приведенные на слайде конструкции, которые позволяют воздействовать на процесс извне. В нашем случае эти конструкции применяются под процессы обработки ошибок. Разная комбинация сигналов и корреляционных сообщений позволяют воздействовать на процессы разным способом. Так то воздействует на одиночный процесс с использованием переменных, воздействует на группу процессов, находящихся в похожем состоянии, либо глобальное воздействие на процессы все в целом. Еще следующий базовый элемент это очень простой, но очень функциональный. Простой пример. Процесс просто проверяет выполнение условия, которое описывается в настройках элемента. Если условие истинно, то процесс идет дальше без остановок. Если условие ложное, то процесс останавливается и ожидает изменения контекста. При этом пересчет этого условия происходит при каждом обновлении контекста. Ну и более сложные конструкции, собранные из базовых элементов. Первое. Мультиинстанс под процесс, который позволяет использовать одну схему и запускать ее в многопоточном режиме. Опять же, базовый пример в нашем случае это параллельная обработка разных пакетов и бачей. Работает довольно просто. На вход подается какой-то массив, в котором находятся элементы. На каждый элемент массива коммун запускает под процесс. Элемент массива помещается в контекст. С этим можно продолжать работать. Плюс существуют настройки, как это запускать. Параллельно, последовательно, либо в какой-то пропорции параллельно-последовательно. Следующий паттерн, который мы используем, это синхронизация потоков. Здесь используется базовый элемент как раз ожидания условия в процессе и простейшая скриптовая задача, которая производит обновление этого контекста. В нашем случае мы используем этот паттерн в потоковом процессе, поскольку там у нас происходит большое количество параллельных обработок. При этом задачи могут выполняться как параллельно, так и последовательно с указанием зависимости. Что выполнить в первую очередь, что во вторую. И это работает в рантайме, соответственно, позволяет, изменяя входной массив, указать, что нам нужно выполнить, в каком порядке. Но при этом такой подход может стать источником проблем, поскольку задачи выполняются параллельно, а обновление происходит одного контекста. Соответственно, может быть возникнут проблемы при одновременном доступе и обновлению переменных. Но, опять же, использование скриптовой задачи позволяет минимизировать влияние или шанс возникновения таких проблем с помощью блока настроек, которые предоставляются как к сервисным задачам, как к остальным другим. Это настройки, определяющие момент сохранения контекста в базу данных коммунды. Паттерны обработки ошибок. На первых парах были совершенно простейшие паттерны использования задачи, таймера для отслеживания таймаута, простейший обработчик ошибок, совершенно простой условие для повторного вызова задачи какое-то количество раз. В случае исчерпания количества повторов выход, генерация или проброс ошибки выше и затем в родительском или в корневом процессе происходит простейшая отправка ошибки клиенту и мы отвечаем на обработку, на входящий запрос какой-то ошибкой. В процессе развития проекта, работы с поддержкой, был пересмотрен процесс обработки ошибок, он вырос, он превратился в отдельный процесс, который включает в себя обновление статусной модели, для того, чтобы поддержка могла видеть, в чем конкретно проблема случилась. При этом процесс у нас не завершается, продолжает работать, может перейти в состояние ожидания. После того, как поддержка починила что-то, если это касалось какого-то внешнего источника, с учетом того, что количество интеграций у нас очень большое, то интеграции могут ломаться, либо внешняя система перестает отвечать. Но при этом процесс мы не теряем, даем возможность поддержке починить проблему, затем с помощью корреляционных сообщений и сигналов воздействуем на процесс, возвращаемся в точку, где ошибка возникла с помощью таких конструкций и продолжаем процесс дальше. Доводим его до какого-то финального конца, при этом не приводя к ошибке. Ну и да, часть потоковых процессов у нас включают ручные операции. По сути, паттерн тоже такой же базовый, как и с обычными задачами. Единственное здесь, что используется другой топик, и работу здесь выполняет не какой-то микросервис, а конкретно какой-то оператор-человек. Процесс, в принципе, очень похожий. Мы отправляем сообщения. Из этого топика потока пользовательских задач вычитываются сообщения, показываются пользователям, они выполняют определенные действия в зависимости от типа задачи. Завершая задачу, прилагают выходные переменные, процесс идет дальше. Собственно, в процессе работы над этим функциональностями с применением коммунды сталкивались с разными ошибками, и какой-то опыт мы пытались наработать. Первая ошибка или то место, которое может стать потенциальным источником ошибок, это контекст процесса. Контекст процесса не резиновый, туда нужно класть исключительно только те данные, которые непосредственно нужны. Если кладем больше, база данных коммунды, с которой она работает, использует по сути одну таблицу для хранения контекста. Чем больше переменных кладем, тем больше становится контекст, пухнет база, запросы работают медленнее, просадки по производительности. Большое количество переменных, если все-таки их нужно использовать, в таком случае лучше группировать в списке мапы, что позволяет, собственно, можно сделать прямо в самом моделлере. Определить переменную, положить в нее, соответственно, такая переменная уже будет занимать всего лишь одну строчку в базе данных, и вычитываться такой контекст будет гораздо быстрее. Ну и также очень важная вещь понимание области видимости переменных. Поскольку в контексте процесса переменные имеют две области видимости, локальная и глобальная, то обязательно не забывать использовать в первую очередь локальную область видимости, а затем глобальную, потому что в случае многопоточных процессов это приведет к непонятным ошибкам, почему одна переменная здесь была такая, потом поменялось значение, и непонятно почему. А очень важно при этом соблюдать правила области видимости. Для сложной логики в процессе можно использовать скриптовые задачи. По большому счету любая задача, любой блок в процессе имеет возможность добавить на него слушатель какого-то события, прошли мы по стрелке это событие, зашли мы в блок, вышли мы из блока, и есть возможность на любом скриптовом языке, поддерживаемых коммундой, дописать какую-то логику в этот момент. Но если нам требуется какая-то нетривиальная вещь, какой-то более сложная обработка, для этого есть отдельная скриптовая задача, плюс дополнительно ко всему, она обладает всеми необходимыми свойствами, которые позволяют управлять сохранением контекста, эксклюзивностью доступа, как и все остальные задачи. Сама по себе коммунда по умолчанию очень любит писать в базу данных историю запуска всех процессов, аудит, изменения переменных. Этих данных очень много, особенно если процессы запускаются часто. Поэтому нужно понимать, что это приводит к очень большому и экспрессивному росту базы данных. Поэтому нужно оценивать необходимость этого механизма и не забывать его при необходимости либо снижать его объем, либо отключать полностью. В нашем случае мы пришли к тому, что отключить историю процессов и аудит коммунды полностью, при этом прикладными средствами у нас есть возможность восстановить историю, что происходило, что менялось, но при этом позволяет сохранять нам размер базы данных коммунды на стабильном уровне. Она не растет. Ну и краткие выводы по всему вышесказанному. Сам по себе коммунда по умолчанию достаточно инверсальные инструменты, можно реализовывать совершенно разные процессы, длительные, короткие, большое количество запущенных инстансов, маленькое количество, то есть когда запускается один какой-то вялотекущий и длинный процесс, задачи можно разные решать с помощью этого инструмента. Можно сочетать автоматическую обработку, можно сочетать ручные операции, это может быть какой-то ряд ручных операций, которые выполняют разные люди с разными ролями, позволяет многопоточную обработку применять в тех местах, где это необходимо, и позволяет ускорять тем самым процесс. Декопозиция. Это очень важный шаг при построении процесса, в котором очень важно разделить весь процесс на простые блоки, из которых и затем будет построен процесс. Они должны быть как можно менее связанными для того, чтобы затем в схеме последовательности блоков можно было менять, что добавит в гибкости. и, собственно, разделять базовые операции, которые будут выполнять либо человек, либо микросервис, от последовательности. Коммунда – это последовательность, оркестрация, непосредственная логика лежит в сервисах, там происходят все расчеты, и это позволит не нагружать бежок. При выполнении базовых условий не загружать контекст, не использовать правильно глобальные и локальные области видимости переменных. Довольно производительный движок, довольно быстро работает, позволяет одновременно запускать большое количество инстансов, которые в том числе учитываются при выполнении ручных операций, длительных процессов. В принципе, у нас вопросов к нему в этом плане нет. Ну и базовый вывод – гибкость. Для чего, собственно, для чего коммунда BPM применяется, ну и в целом BPM имплементации. Для того, чтобы построить, написать в коде какие-то функции простые для обработки данных, а потом связать все это вместе с процессом, и позволяя этот процесс впоследствии изменять только с помощью изменения схемы. При правильной декомпозиции это будет довольно просто. При этом необходимость переписывать код и кодировать последовательность в исполнителях не требуется. Происходит полное отделение. По ссылке есть, в принципе, готовый проект на GitHub, который содержит в принципе весь этот базовый сетап со всеми базовыми функциями, позволяющие запустить сам движок, задеплойтную схему, и в принципе со всеми вот этими механизмами интеграция с Kafka, универсальные листы для Kafka и для Commundo позволят это проверить и посмотреть, как это работает. Да, наверное, вопрос. Максим, спасибо за доклад. У нас есть, как всегда, за лучший вопрос приз, поэтому давайте первый ряд. Спасибо за доклад. У меня вопрос, какие задачи, какие требования перед вашим проектом стояли, чтобы вы сказали, вот сейчас нам точно нужна команда, потому что вы сами сказали, ну, производительность все равно пострадает, как ни пиши. В чем плюсы? Плюсы, потому что уже был опыт работы в таком режиме, применения бизнес-процесса, ну и плюс сама задача описана таким образом, она, по сути, с точки зрения бизнеса тоже является неким аналогом бизнес-процесса. Те же самые кубики, последовательность начислений, поэтому она очень легко перекладывается уже именно в техническую схему. Давайте дальше. Подскажите, пожалуйста, у вас есть какая-то статистика, сколько изменений происходит без этого самого переписывания кода, а сколько с переписыванием? Смотрите, грубо говоря, если у нас есть кубик на схеме, который выполняет какую-то задачу, не знаю, пришли какие-то данные на вход, нужно какую-то выполнить калькуляцию и вернуть, я не знаю, если с точки зрения применения к нашей области, посчитать какой-то балл, какой-то балл, который потом дальше будет в схеме использован, то мы можем менять, схему мы можем не менять, потому что скорбалт будет вызываться всегда, но при этом мы пишем, изменяем уже код самого сервиса, который этот балл считает, соответственно, схема у нас постоянно. Если нам нужно этот кубик считать не здесь, а немного ранее и подать его на вход какого-то другого, то, собственно, код нам менять в сервисе не надо, мы его перемещаем и только изменением схемы меняем последовательность и логику всего процесса. Статистика. Я думаю, что в целом это 50 на 50, потому что функциональные требования меняются, то есть нам нужно либо доработать сами калькуляторы, процессы тоже меняются, добавляются новые элементы, но в целом изменяются процессы гораздо реже. Спасибо. А вот второй вопрос, если позволите. А вот решение именно о выборе коммунды, оно было какое-то коллегиальное, там на уровне руководства, или это архитектор, там, не знаю, архитектор, ребят, разработчики предложили. Дальше вот в то крыло передать микрофон. Ну, на самом деле, сейчас альтернатив не так, чтобы много, именно из-за популярных имплементаций. Были в свое время активити, с помощью которых выросла коммунда, был опыт работы с JBPVM, но по части легкости, так скажем, и по части универсальности работы с моделером, который позволяет довольно… плюс он в комплекте. Ну, пока альтернатив на тот момент не было. Сейчас, может быть, уже что-то есть, еще что-то, но пока у нас… А, это было коллегиально, так скажем. Вопрос был, кто выбирал. Да-да-да, коллегиально. Давайте в этом крыле было много рук. Слышно, да? Расскажите немножко про дипломинг, то есть во что вы диплоитесь. Он прем-сервера, облако, вот куда вы все это загружаете, где работает, и какие-то, может быть, с этим специфические проблемы были, если… Ну, вот базовый стап, который показан был, по сути, это Java Spring приложение, будет оно запущено в облачной среде в виде контейнера, либо будет запущено как Java приложение, как сервис. В принципе, большой роли не играет. Коммунда представляет, в принципе, из коробки рестовый интерфейс для взаимодействия с процессом, в том числе и диплой. Собственно, для диплой используется стандартный рестовый интерфейс коммунды. есть репозиторий, в котором, собственно, содержится сама схема, есть CICD процесс, который при изменениях в схеме берет этот файл и кидает его в рест. Все, вывез диплой на этом заканчивается. Давайте дальше. Вот рядом рука. Выбери сам. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, все-таки, как часто были кейсы модификации схемы и как это решалось на продакшене? Что было с уже запущенными по старой схеме процессами? Апгрейдились ли они? Просто часто это большая главная боль. В нашем случае, да, в коммунде есть, во-первых, версионирование задеплойных схем, например, накатки новой, появляется новая версия. По умолчанию все старые процессы, запущенные в рамках предыдущей схемы, работают в ней же. Есть механизм миграции процессов. В нашем случае мы миграцию не используем, потому что они дорабатывают по той схеме. Но с учетом короткоживущих процессов, там 30-60 секунд, их мигрировать смысла нет, они уже закончат работать. В случае большого процесса он работает несколько дней, но он запускается в единственном, в один-два инстанса, поэтому там тоже миграции не требуется. как таковой. Поэтому мы с этим проблем не столкнулись. У вас микрофон, договорите. Здравствуйте. Горлов Артем в Гупнеа. Хотел бы еще узнать, а почему было принято решение снять полностью аудит системы и историю собирать? Если в случае… Вы можете гарантировать, что у вас все четко прям работает и дебажить вам не приходилось? Ну, во-первых, дебажить коммунду по тем данным, которые кладутся в базу в виде аудита, тоже нужен определенный опыт. В нашем случае у нас же используется кавка, поэтому в кавке вся последовательность действий отражается. Мы можем просто открыть топик и, по сути, восстановить все последовательность действий, в том числе параллельности. Когда задача туда легла, когда пришел ответ, и, собственно, процесс восстановить. Это гораздо проще, чем… Потому что аудит, как такой в базе, есть, но к нему какого-то доступа удобного нет, только если кидать запрос. Вот там молодой человек поднимал руку в центре. Да, спасибо за доклад. Тоже активно используем коммунду нагруженную, да. У меня такой вопрос. Какие-то инструменты вокруг коммунды используете? Приведу пример. То есть, который показывает, допустим, частоту использования веток. То есть, производительность, где у нас затыки, в каких ветках. А потом, что еще? Див между разными версиями коммунды. Ну, то есть, там, чтобы как pull request удобно смотреть. Вот такого рода инструменты. Смотрите. Ну, по-моему, насколько я помню, в коммерческой версии есть как раз тепловая карта процессов. Нет, не используем. Используем комьюнити-версию со стандартным капитом, с базовым. По поводу дифа дифа. Насколько я помню, даже, по-моему, есть инструмент, который показывает именно визуально разницу между двумя схемами, версиями и прям, насколько я помню, даже в моделлере такая где-то была функция. В моделлере, по-моему, нет. Ну, давайте я вас тогда спрошу, если будет ссылка. Был, был. Мы часто не пользуемся, потому что, ну, по-моему, что-то такое было. Находил. Ну, то есть, в целом, просто стандартная поставка. Да, 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 стандартная. Окей, спасибо. Так, у нас вопрос из чата. Я его зачитаю. Антон пишет. Конкуренции, производительности, постгрии, нагрузка на ЦПУБД при работе коммунды и параллельных процессах. С этим нет проблем? Как решается? На самом деле, вот, насколько я помню, нет проблем. Единственное, что, да, для коммунды выделенный инстанс, потому что, чтобы не было интерференции каких-то других сервисов или работы с базой. Но конкуренции, насколько я помню, таких проблем у нас не было. Так, давайте вот второй ряд молодой человек давно тянет. Здравствуйте, Максим. Спасибо за доклад. Хотел вас спросить по поводу Groovy. Я заметил, у вас на слайде был Groovy скрипт. Как вы их отлаживаете вообще? Потому что у меня опыт довольно болезненный был раньше. Да, да. Единственная проблема, что базовых из коробки в моделлере именно отладки всяких скриптовых вещей нет. Ну, отлаживаем, деплоем процессы и тестированием, интеграционным запуском. Только так. А как заэкранировать в Groovy 10 кавычек? Да. Там обычное текстовое поле, поэтому редактировать скрипт там тоже крайне больно. Давайте. Вот молодой человек тоже на втором ряду. Спасибо большое за доклад. Вот вопрос. У вас достаточно сложные процессы коммунды. Вы рассказали, что они лежат там снапшотами в системе контроля версий. Как устроен Continuous Integration, Continuous Deliver? Есть такой? Есть. То есть как вы строите систему тестирования этих процессоров, процессов автоматическую? Есть ли это возможно? Нет. Как раз именно про деплое я кратко рассказал, как технически он происходит. Тестирование конкретно только схем автоматического нет. Они тестируются в рамках всего интеграционного теста всех процессов. Запускаются, если это потоковый процесс, разные заявки тестовые гоняются по разным веткам. Если это пакетный процесс, соответственно, запускается и тестируется в целом. Еще вопрос из зала. Елена Зайцева спрашивает. Какой прогноз по импортозамещению коммунды? Или нет прогноза? Или нет импортозамещения? Пока нет. Пока нет. Спасибо. Надеюсь, не предвидится. Еще вопрос из зала. Карпенко Глеб Алексеевич спрашивает. Есть ли нюансы миграции инстансов процессов при выпуске новых версий процессов? Да. Это я проговаривал. Миграцию мы не используем. Поэтому у нас не используем, нет проблем. Какое количество схем работает в вашей системе? Есть ли у них общие части? Используются ли под процессы? Почему? Какое количество схем? Я думаю, что несколько десятков. Базовый процесс большой, пакетный, это по сути одна схема, состоящая технически из двух. Потоковые процессы это порядка десятки процессов. С учетом того, что они еще версионируются, то получается несколько десятков. Какое еще? Что-то под процессы есть? Под процессы, естественно, используются. Вот базовый, под процесс обработки ошибок. Это общая часть, которую можно переиспользовать. Вот почему, собственно, их нужно использовать. Давайте еще с залом пообщаемся, где мы не спрашивали. Давайте вот в конце. В конце. Спасибо большое, Максим. У меня такой вот вопрос. Мой опыт работы с коммунду он отдельно. Вот коллеги, с которыми я общался по рынку, примерно все о коммунде отзываются так. У нас была задача оркестрировать бизнес-процессы. Мы взяли коммунду, мы с ней очень-очень-очень сильно наелись. В итоге все получилось, но больше бы мы ее не взяли. В связи с этим вопрос. Это не единственный такой отзыв. А что надо обязательно делать и наоборот обязательно не делать, чтобы не было мучительно больного, как у коллег с коммундой? Ну, неизвестна причина их боли, поэтому тут тяжело советовать. Если говорить про наши проекты, то сам по себе движок и бизнес-процессы из всей системы, как компонент, насколько я припоминаю, меньше всего проблем доставляет. Проблемы чаще в других участках возникают, с базами данных, которые не связаны с коммундой, может быть, с кавкой, с микросервисами, но с коммундой проблем практически не было. Единственное, там были наши проблемы в той обвязке, которую мы добавляли. Там были ошибки, были утечки памяти, но это не относится к самому движку. Там с ним проблем не было никаких. А так вот, что движок там условно вставал, не мог переварить какие-то объемы еще. То есть вы спроектировали так, что у вас таких проблем не бывало? Ну, опять же, у нас подход такой, что, по сути, движок-то, по большому счету, никакой калькуляцией не занимается. По сути, его задача просто конвертировать кубики на схеме в сообщения в кавке. Поэтому какой-то сложной логики в самих схемах нет. Именно базовая оркестрация. Если у коллег было что-то более сложное, если они использовали делегирование, прямой вызов или какие-то калькуляции в самой схеме, может быть, с этим и могут и проблемы. Спасибо. Спасибо. Наверное, последний вопрос рядом, молодой человек, и мы заканчиваем. Вопросов очень много. Интересная тема. Добрый день. Спасибо за доклад. Как вы уже говорили, у вас довольно много процессов, и при этом более крупные процессы вызывают другие процессы, как подпроцессы. Как вы вообще понимаете, в какой момент нужно реализовывать какую-то логику не как функцию микросервиса, а как подпроцесс? Нет, тут на самом деле, наверное, не совсем так. Подпроцесс рождается, когда появляется какой-то паттерн на схеме, который можно абстрагировать, обобщить и потом переиспользовать. А это вопрос скорее про разделение как раз оркестрации от выполнения функции. Там вопрос обычно не возникает. Если нужно что-то с данными сделать, то это делает микросервис, получая какую-то задачу на вход. Ему говорят, что делать и с чем. То есть какой-то идентификатор какой-то сущности, с которым нужно что-то сделать и вернуть результат. Поэтому тут это как раз про декомпозицию. Сразу отделяется, что делают сервисы, а где оркестрация чистая. Спасибо, Максим. Теперь надо выбрать самый интересный вопрос, на твой взгляд. И этот человек получит книжку, да? Так, ну, наверное, вопрос про инструменты, потому что он заставит меня еще поискать и вспомнить. Пожалуйста, книжку. И тебе от организаторов конференции памятные сувениры, подарки, как всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...